Центр социального обслуживания попал под пристальное внимание депутатов окружного собрания. Сегодня парламентарии там провели выездное рабочее совещание. Участие в рабочей группе принял также заместитель губернатора Михаил Васильев. Подробности материал Ольги Русул. Ольга Рочева проходит курс в Центре социального обслуживания во второй раз. И во второй раз очень довольна всем от отношения персонала до питания. Очень хороший, грамотный коллектив, доброжелательный. Все процедуры, какие возможности, все тут есть и все там делают. Массаж отличный, питание, общение, самое главное, нас развлекает здесь. Каждый день сюда на процедуры и отдых приходят около 40 человек. Помимо медицинских и оздоровительных процедур, отдыхающие так здесь называют пациентов, занимаются рукоделием, осваивают прикладное искусство, рисуют и даже шьют. Варвара Туршина начала курс оздоровления с 10 января. В перерывах между процедурами, чтобы скрасить ожидания, она под руководством социального работника занимается бессероплетением. Очень нравится, кто попадает сюда, всем нравится. Вот первый раз. Конечно, спасибо. А с перифериев вообще очень хорошо, всем нравится. Просто тонут здесь. Ежегодно в комплексном центре социального обслуживания проходит оздоровление порядка 450 человек. Больше половины из них – дети. Комплексный центр социального обслуживания – это нечто среднее между реабилитационным центром и санаторием. До статуса последнего не хватает огражденной парковой территории, где бы могли прогуливаться и коротать досуг отдыхающие. Хотелось бы помещение, уже приспособленное более по доступной среде. У нас есть свои радости. То есть вот в этом году, видите, да, по доступной среде у нас пандус сделан очень хороший в этом здании конкретно. Летом будут меняться вот эти вот перила на двухъярусные для детишек и для взрослых уже современные. И поэтому постоянно вот есть информационное табло. Уже виски по Убрайлю видели, да, там, то есть можно прочитать будет. Идем вперед. Впрочем, это желание на перспективу среди насущных проблем, например, увеличение ставки терапевта. Пока специалист к пациентам центра приходит всего раз в неделю, а хотелось бы чаще. Сейчас, как я вижу непрофессиональным взглядом, учреждение работает как своего рода реабилитационный центр. В том числе работающий с людьми, принявшими инсульт, другие заболевания. То есть медицинская своего рода реабилитация. У меня была есть мысль о том, чтобы помочь им в этом направлении развиться. То есть это у них не проблема. У них просто работают учреждения, которому можно помочь развиться в нечто более крупное и серьезное. И хоть здание не совсем соответствует требованиям, нет возможности установить лифт, но проблем с медицинским и специальным оснащением нет. Этим летом планируется установить новые перила. Те выявленные проблемы, которые мы сейчас увидели, мы в любом случае совместно с отраслевым департаментом обсудим мы с депутатами. И возможно где-то не хватило бюджета, не добавили, где-то необходимо какие-то точечные вливания специалистов добавить. Это соответственно будет отработано и устранено. А так в принципе это очень серьезная организация, которая выполняет комплекс огромных услуг и пользуется очень высокой потребностью у населения. Специалисты центра, как говорится, держат руку на пульсе. Услуги учреждения развиваются в зависимости от востребованности. Например, открытый в конце прошлого года приют для лиц с алкогольным опьянением весьма популярен. Реабилитацию в нем с октября 2018 года прошли почти 50 человек. И только за январь 15. Все перспективные направления находят поддержку и отклик в профильном департаменте.